Николай Полозов, российский адвокат и правозащитник. Николай, здравствуйте. 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 Николай, ну вот правда ли, что будет судилище над украинскими военнопленными в Донецке, как пишет российская пропаганда? Вам что-то известно по этому вопросу и где это будет конкретно происходить? Известно ровно столько, сколько публикуют российские средства массовой информации. Опять-таки я хочу напомнить, что не все заявления российских властей имели место сбываться, поскольку ранее в конце весны, в начале лета активно в российских СМИ распространялась информация о том, что в Мариуполе планируется некий трибунал, показывали видеокадры, где варят огромные клетки для пленных. Ничего этого не состоялось. В данном случае, опять-таки, достоверности этих сообщений никаких нет, поскольку российские власти скрывают местонахождение украинских военнопленных. Разыскивать их крайне проблематично. И в нарушение норм международного гуманитарного права Российская Федерация не создала информационное справочное бюро по делам военнопленных и ограничивает полномочия Международного Красного Креста. Поэтому, конечно, от них можно ожидать всего, что угодно. Они неоднократно анонсировали, что возбуждены и расследуются сотни уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и вооруженных сил Украины, нацгвардии. Но исключать, что они проведут такие суды, конечно же, нельзя. Как вы считаете, вот эта история, которую вы вспомнили с Мариупольским судилищем, когда на сцене театра организовывались эти клетки, это продолжение той же истории или новый такой виток психологических давлений, и, опять-таки, очевидно, на Украину, чтобы опять каким-то образом склонить к каким-то обменами пленных, я не знаю, или, возможно, каким-то даже переговорам. Это тоже очень популярная сейчас тема. Или это все-таки, ну, действительно, может быть еще какая-то вот другая история, другой суд, там, совершенно над какими-то другими людьми? Ну, здесь важно понимать, что речь идет о неких судах на территории так называемой ДНР, которая была аннексирована Россией после фейкового референдума. И легитимность данных судов равна приблизительно нулю. Но таким образом, манипулируя судьбой военнопленных, конечно же, российские власти шантажируют и Украину, и мировое сообщество. Николай, вот как раз вы застронули следующий вопрос, который нас волнует. Почему все-таки вот так называемый трибунал над украинскими военнопленными хотят провести там в так называемых ДНР, а не, допустим, в России, чтобы полностью снять с себя ответственности? Потому что все это происходит вне какой, в принципе, юридической плоскости? Ну, нет, они-то считают, что это в России происходит, поскольку после аннексии уже распространяют российские законодательства на эти территории. Другой вопрос, что на них ограничен доступ независимых адвокатов, остатков независимых журналистов. Там происходит произвол, и различные грязные вещи российским властям проще предпринимать именно на территориях ДНР и ЛНР. Во многом поэтому, чтобы быстро, скоротечно, если уж было принято решение провести эти процессы, их провести, осудить, а дальше опять-таки торговаться за судьбу этих заложников. Как вы считаете, какие наказания могут грозить вот тем военнопленным, которые будут судиться на этих судилищах? Мы знаем, что вот еще когда тот случай с мариупольскими судилищами и клетками, там очень часто мусиливался именно вопрос смертной казни, которая вот тогда еще в ДНР, так называемых, была по закону, грубо говоря, то есть она была еще, присутствовала в возможных видах наказания. Сейчас эта норма отменена. Как вы считаете, вот о каких сроках или, возможно, каких-то наказаниях может еще идти речь? Ну, что касается сроков, то на них можно не ориентироваться, потому что там вписывают любые двузначные цифры, обвинения там и в террористической деятельности, и в участии деятельности террористической организации, и в попытке захвата власти. Там сфабрикованы различные дела, по которым наказание достаточно большое. Но здесь важно понимать, что, во-первых, после этой аннексии действительно смертная казнь там формально не может применяться, по крайней мере, до того момента, когда она не будет введена на территории России, то есть у нее будет снят мораторий. Во-вторых, как показывает уже сложившаяся практика обменов, даже после вынесенного приговора, даже после вынесенного приговора в виде смертной казни обмены происходили, люди возвращались живые, здоровые, и в этом смысле препятствий для обмена, то та мера ответственности, которую российская власть пытается распространить на этих пленных, никак не влияет. То есть все-таки высшей степи наказания могут применить? Нет, смертную казнь не могут применить до того момента, пока они уже сами на всей территории России не введут смертную казнь. Пока не ввели, что будет через месяц, через два, посмотрим. Николай, на данном этапе возможен ли новый обмен военнопленными? Потому что мы знаем, что за последние несколько недель было, наверное, сколько? Четыре обмена военнопленными. И сейчас идет речь о каких-то обменах, и могут ли быть в этом задействованы третьи страны? Допустим, может ли быть в этом задействована Организация Объединенных Наций? Что касается обменов, я к ним отношений никакого не имею. Информации у меня ровно столько, сколько есть в средствах массовой информации. Но по количеству обмену по их качеству совершенно очевидно, что работа ведется постоянно, работа ведется разными треками. Что касается участия третьих стран, то уже был прецедент, когда командиров азовцев с Азовстали освобожденных интернировали в Турцию, которая выступила в качестве гаранта. И такая возможность интернирования в третьи страны прямо предусмотрена Третьей Женевской конвенции. Если удастся эту практику расширить, масштабировать, если можно будет из российского плена вывозить украинских военнослужащих хотя бы в третьи страны, то, конечно же, это лучшим образом скажется на их текущем состоянии, потому что условия содержания в российском плену, конечно же, ужаснейшие. Скажите, есть информация, что в городе Апологии Запорожской области оккупанты держали украинских военнопленных и мирных жителей в плену и пытали их. Известно ли вам, какие методы пыток к ним применяли? Ну, это совершенно тяжелая тема для разговора. Действительно, пытки применяются на системной основе российскими силовиками. Это и различные использования электрического тока, это и удушение, и пытки водой и так далее. То есть здесь важно понимать, что пытки в отношении военнопленных являются военным преступлением, нарушением Третьей Женевской конвенции, и пытки в отношении мирных жителей, нарушение Четвертой Женевской конвенции. Я надеюсь, все те, кто причастны к этим злодеяниям, рано или поздно понесут ответственность. Николай, кстати, вот логично. Хочу спросить по поводу всех соучастников этих военных преступлений. Кого уже привлекли к ответственности? Кому выписали подозрения? Какие в этом плане есть подвижки? Мы знаем, что были судебные процессы в начале вторжения весной в отношении российских военнослужащих. Сейчас каких-либо публичных процессов не проводится. Что касается работы по спору доказательств, причастных лиц к совершению военных преступлений, преступлений против человечества, актов деноцида, то эта работа ведется на системной основе со стороны ряда западных стран в помощь украинским следователям, также направлены следственные бригады. Эти доказательства формируются как для дел, которые будут рассматриваться в национальной украинской юрисдикции, так и для международных инстанций, в том числе Международного уколовного суда. Я думаю, что после того, как будет создан также трибунал, часть доказательств будет направлена и туда. И я ожидаю, что, конечно же, со временем число военных преступников, которых поймали, которых судили, которые понесли ответственность, будет возрастать. Да, кстати, вы знаете, Николай, я вот по поводу открытых судебных заседаний, я помню, последний, наверное, крайний было где-то в июне, по поводу это было что-то связано с сексуальными преступлениями российских военных. Да, после этого, ну, по всей видимости, было принято такое решение, что не проводится каких-то публичных судебных разбирательств, по всей видимости, идет следственная работа, сбор доказательств, экспертиза и так далее. Николай, вот еще хотел спросить, очень резонансная последние недели, возможно, уже даже больше месяца тема о условиях содержания, возможно, также и пыток в отношении российских мобилизованных солдат, вот так называемых отказников, которые содержатся там в подвалах на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Вот как раз в отношении этих действий будут ли опять-таки какие-то расследования, будут ли, потому что, ну, прежде всего, к командованию, которая, ну, фактически, вот, если они дезертиры, да, то по закону, по идее, они должны отправляться в какие-то комендатуры, и там дальше по ним должно вести соответствующее, ну, уже, как бы, дело производства, да, а они вынуждены сидеть в этих подвалах, их там морально, физически, возможно, тоже на них давят, вынуждают фактически отказаться от своего отказа, идти воевать, то есть вот в отношении вот этих вопросов. Нет, ну, если мы говорим о властях Российской Федерации, то они, в принципе, потакают таким действием в командиров этих военнослужащих, в действиях командиров, безусловно, есть признаки состава уголовного преступления, в том числе превышения должностных полномочий, но власть полагает, что это вполне нормальные методы, если уж по факту убийства российского гражданина Кувалдой не один следственный орган в России и генеральная прокуратура, не отреагировали, но что говорить о каких-то мобилизованных, которых, ну, слава богу, не убили, держат просто подвал. Николай, вот, кстати, только что буквально в течение последнего часа появилась информация, что Кремль анонсировал визит Путина на Донбасс, об этом сообщают российские пропагандисты издания ТАСС, но никаких дат, никаких и ни деталей не раскрывают, ни дат не называют. По вашему мнению, в принципе, о чем это может свидетельствовать? Ну, мне кажется, это попытка продемонстрировать остатки какой-то своей мощи политической, показать, что эти территории так или иначе подконтрольны Кремлю, ну, похоже на визит Гитлера в Витебск в 1942 году, да, тоже вот он приехал, продемонстрировал, что, значит, может находиться на оккупированных территориях, чем закончилось, мы все прекрасно знаем. Но учитывая, насколько российский диктатор боится, в принципе, умереть и ставят на этих всех встречах 20-метровые столы между собой и какими-то международными гостями, которые, конечно, уже к нему не приезжают и не приедут, тем не менее, он не боится, что прилетит ракета? Ну, вопрос, сам он будет или это будет инсценировка, что он там оказался? Мы все прекрасно видим, что, пускай не очень умело, но кремлевские монтажеры научились пользоваться хромакеем, что они присоединяют, значит, голову Путина при монтаже его встреч с матерями военнослужащих, либо со стюардессами. Но также нарисуют какого-то Путина, который якобы приехал на Донбасс. Здесь задача не действительно посещать этот Донбасс. Я думаю, что Путин не покидает свой бункер, а создать некий информационный продукт, который потом через пропаганду можно будет скармливать собственному населению. Хорошо, что это вы сказали нашим зрителям, Николай. С нами в студии был Николай Полозов, российский адвокат и правозащитник. Субтитры создавал DimaTorzok